вечер добрый добрый вечер о чем поговорим о чем вы хотите может у вас вопросы какие-то есть меня зовут александр город харьков владимир подмосковье скажите мне пожалуйста вот вы себя позиционируете как украине что значит позиционирую я плохо вас понимаю но скажем так вы считаете что вы украине по национальности по национальности да и по гражданству украинец я понял скажите мне пожалуйста вот как можно я сначала вопрос задам а вы считаете позиционируете как вы говорите себя русским да дело в том что когда я говорю оппозиционирование да вот я не знаю как у вас но в моем роду очень много всего намешано да скажем так мои прабабки давали и польские форме так что говорить о том что его как в чистоте какой-то расти до рад сюда куда в данном случае а моей русской было бы наверное не очень правильный я говорю о том что как я себя чувствую и кто я а это и подразумевает слово позиционирование я понял я понял то есть это ваш сознательный выбор я правильно вас понял я думаю что даже не осознанно не осознанно а у меня это мой сознательный выбор вы знаете тогда у вас этот выбор не осознанный а у меня он сознательный чувствуете разница между чем и чем вы выбирали так как между чем и чем вы видели когда-нибудь картину репи на бурлаки на волге и запорожцы пишут письмо турецкому султану без аналогии да а почему и вопрос просто чтобы вы поняли я выбирал между рабством и свободой просто ответьте на мой я выбирал между рабством и свободой я выбрал свободу подождите вы говорите о том что вы выбрали украинск до его вес чему в противовес вашей вашему рабству да причем я говорю о национальной ну так правильно ну так какой чертой вашей национальности является определяющая черта вашей национальности вы знаете об этом я хотел бы вот я хотел бы это и спросить у вас я же вами говорю так дайте мне возможность вам ответить давай россиянцы независимо от национальности это может быть и бурят это может быть там мордвин я ничего не имею против этих национальностей но вот в нашем понятии россияне это прежде всего люди которые между свободой и не свободой выбирают не свободу торжество власти вашей которая вас топчет убивает и у унижает я могу ответить пожалуйста попробуйте вот вы привели пример о том что да вот наша власть который на столкет унижает да и которую вы обожаете подождите давайте мы без как-то без комментариев выслушайте меня до конца и постараюсь за эту власть теперь давайте есть какая-то альтернатива а конечно есть тебя данном случае вот за 28 лет как мы с вами разбежали у вас было 6 президент а это хорошо или плохо сменяемость власти и надо вот не вопрос вот до конца кучу мудеть кто там у вас ну этот самый два процента который оранжевый майдан был да потом в этот самый янах вор порох теперь что я тоже замазанный какими-то скандалами но последний нет вот вы как ответственная свобода любила и нации почему вы не можете себе выбрать нормального президента не вороватого а просто нормальную хотя что значит в вашем понимании то есть вас вы настолько любите власть меня не не вы настолько любите что ваша мечтой является выбор как вы говорите нормального президента а что значит нормальный президент вы считаете у вас нормальный президент да а чем он нормальный вы можете мне сказать мы не будем уходить в ну подождите вы же считаете своего президента нормальным а я не считаю эти на мой вопрос как ответственная нация не можете выбрать себе нормального президента Еще раз, пожалуйста. Мы главнее, чем президент. Наша власть важнее, чем наш президент. Кто такой президент для нас? Это всего лишь высокопоставленный чиновник. Это для вас это Бог и царь. А для нас это всего лишь самый высокопоставленный чиновник. Кто он такой? Кто он такой, этот президент? Я не понял. Послушайте меня внимательно. Скажите мне, пожалуйста, кто в государстве имеет право на насилие? Силовые органы государства. Ну, само государство через свои силовые органы. Когда вы говорите о том, что это никто, нанятый менеджер. Правильно, конечно же. Которого вы избрали, да? Так мы его не только избрали. Мы должны еще его контролировать, давить на него. И он должен наши требования и наши интересы соблюдать. Мы же должны давить на него постоянно. Тогда скажите мне, пожалуйста, вот за эти 28 лет, 6 президентов. Я понимаю, вы их меняли, чтобы было лучше, жить лучше. Конечно же. Ваша жизнь улучшилась? Ну, конечно же. Посмотрите, в каком царстве несвободы и, так сказать, разложения вы живете. Какое зловонное и мерзкое у вас государство. Я права. Ваша жизнь улучшилась? Ну, конечно. Я же чувствую себя свободным человеком. Послушайте меня внимательно. Да-да-да. Послушай. Вы были на пятом месте в Европе. Сейчас вы на последнем месте в Европе. Как вы можете определить, на каком мы месте, когда я вам говорю о свободе? Вы понимаете, вы не можете отличить гуляй поле от свободы. Свобода – это система ограничений. Понимаете? Свобода – это система ограничений? Конечно. Ну, так если для вас свобода – это клетка ограничений, о которой вы… Ну, клетка – это же тоже система ограничений. Вы живете среди людей. И ваша свобода кончается там, где у вас. Разумеется. Но это же не значит, что я должен считать своего президента богом, который, так сказать, которого мы только выбрали, а дальше он уже делает, что хочет. Не так ли? Подождите минуточку. Моя свобода разве заканчивается на тем, что когда мы выбрали своего президента? Вы можете выслушать. Вот вы выбирали Зеленского. Да. Человек, который был создан за три месяца. Это раз. Без программы, без партии, без поддержки, скажем так, не силовыми, а противостояния. Зачем вы выбрали этого президента, который ничто? Я понял. Каким образом вы выбирали? Вам встречный вопрос. У вашего президента есть какая-то программа? Стоп, стоп. Я не надо меня... Сейчас, секундочку. Я вам сейчас докажу, так сказать, где вы находитесь. У вашего президента Путина есть какая-то программа? Вы ее знаете. В чем состоит эта программа? Довор идет о чем, значит? Вы говорите, что у нас нет программы. Я вас спрашиваю, у вас есть какая-то программа? Вы вспомните мюхенскую речь президента. Это программа. Да, это программа. Сформулируйте основную мысль этой программы, пожалуйста. Независимость. 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 Вот и все. А остальное уже, скажем, экономическое поднятие страны. ВВП и все остальное. А у вас есть экономическое поднятие вашей страны? Вы смеетесь, что ли? Не понял. У вас какое-то есть экономическое поднятие, как вы говорите, вашей страны? Вы знаете, рост ВВП есть, но он маленький. Я согласен с вами. Инфляция больше, чем ваш рост ВВП. Давайте я немножко вам скажу одну вещь. Значит, если у нас все так плохо, как вы говорите, почему 2 миллиона зарубичан прутся к нам зарабатывать деньги? Уже все меньше и меньше, кстати говоря. Уже все меньше и меньше. Уже гораздо меньше. Да. Потому что они свободные люди. Они хотят... Я, например, считаю, что... Ответьте мне на один вопрос. Как нормальное государство нормально может планировать что-то, да, скажем так, экономику, в целом случае школы, количество бузов, количество специалистов, если неизвестно количество населения? Когда была перепись последняя? Я понял. Хорошо. Отвечу вам. Вот у вас есть так называемые проекты... Я вам просто объясняю. Секундочку, секундочку. Как можно пропланировать? Я вам объясняю. Есть так называемые указы Путина. Они каждый раз принимаются все новые и новые. Что вы все время... У вас Путин бог, что ли? Нет. Это отвратительное существо. Это хуйло самое натуральное. Я вам просто говорю, что у вас есть так называемые указы. Есть программы, которые говорят о том, что как у вас должно быть все больше и больше школ, медицинских учреждений. Почему они не выполняются? Почему каждый раз... Опять. Значит, вы скачете с тема на тема. Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Я каждый раз вас тыкаю носом в ваше же дерьмо. Вы должны понимать, что задавая этот вопрос, вы как бы показываете в самом вопросе ваши преимущества над нами. Я еще раз хочу сказать. Точно так же, как когда-то. Вы же жили когда-то в Советском Союзе. И что? Вы жили в Советском Союзе. Вы слышали постоянно, скажем так, на съездах, в программах как ПСС, постоянно муссировался один и тот же тезис о дальнейшем улучшении жизни советского народа. Ну что дальше? Вы же понимаете, какое это было днище? О дальнейшем улучшении снабжения людей продуктами. И вы можете помолчать хоть немножко словесный по носу. Ни в коем случае никакого словесного по носу не было. Я просто опять вас ткнул носом в ваши же экскременты. Понимаете меня? Это вам так кажется. Нет, не кажется. Это так и есть. Откутите, но помолчите. Почему привнимались постановления о дальнейшем улучшении жизни советских людей, а в магазинах пропадало масло? Вы можете мне объяснить этот феномен? Скажи, пожалуйста, а где ты жил в это время? Как в Советском Союзе. Правильно. Значит, и ты виноват, что этого масла не было. Ну я был ребенком, каким образом я виноват? Мои родители виноваты тогда. Еще раз, пожалуйста. Твои родители виноваты, что не было масла. Мои родители, да, виноваты. Потому что у них не было, они не давили на эту власть и не тыкали эту власть носом в их же указы. Эту власть генерального секретаря не тыкали в его же указы. Тихо смеялись о дальнейшем улучшении жизни советских людей. А в магазинах пропадало масло, продуктов не было. Я вам просто задам один вопрос. Вот скажите мне, пожалуйста, в 1991 году мы с вами расплевались. Вот была фигня вот эта, да? Фигня не фигня. Я считаю, это очень позитивный момент был. Ну покушайте! Значит, для нас последствия, это были 90-е годы, которые очень тяжелые, да? Считайте, гражданская война в Чечне, распад там и все остальное. Вот, еле-еле собрались. Не гражданская война в Чечне, а ваша агрессия в Чечне. Как хотите. Понимаете, я могу привести о том, что ваши люди воевали в Чечне, да? Ну и что? Так что, мы воевали с Украиной? Так и русские воевали. Нет, с Украиной вы не воевали. Потому что это не государство их туда посылало. Оно не снабжало их оружием, боеприпасами. Не вербовало их в военкоматах. Чечня была в составе России. Это была гражданская война. Понятно вам? Граждане одной страны воевали с гражданами той же страны. Подождите. Ведь Чечня провела референдум и стала независимым государством. Она провела референдум и вошла в состав СССР. Вот и все. Нет, 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 нет. Россия, не, не, не. Они провели референдум о независимости. Это потом уже, это потом уже они вошли в состав Российской Федерации. А сначала именно они провели референдум и стали независимым государством. Еще раз. У вас есть определенные позиции, которые тешат ваши самолюбия. Единственное, что я вижу за вашими словами, это первое. Кроме зависти, понятно, да? Да, у меня офигенная просто зависть. Я вам так завидую. Настолько завидую вам, что власть ваш топчет. И вы ее любите. Настолько я вам завидую, что просто вот, я не знаю, даже не могу выразить словами, как я завидую вам. Скажите мне, пожалуйста, вот вся политика вашей власти, начиная от Томаса, кончая без визы, да? Это политика укрепления государства? Ну, естественно. Наша политика, это забров с крокодилами против вашего государства. Я вам задал конкретный вопрос. Я конкретный вопрос. Это для того, чтобы хватит уже контактов с Россией. Вы не понимаете ничего. Вы не понимаете законов международных. Вы вот это понимаете. Вот это вы понимаете. А больше вы не понимаете ничего. Зачем вы с нами торгуете? Потому что мы не хотим этой войны. Нам не нужна эта война. Зачем вы торгуете? Потому что в наследство от Советского Союза нам досталось вот эти вот связи, которые позволяют вашей стране производить агрессию против нашей страны. Представьте себе, что Китай сейчас начнет занимать Сибирь. Я вам говорю, что ваша Российская Федерация не сможет жить без поставки китайских товаров. Вы не сможете жить без Китая. И вы будете общаться с китайцем? И он будет спрашивать в еще большей степени. Зачем вы торгуете с Китаем, когда Китай занял кусок Сибири? Сибирь наш. Новокитайская народная республика. Я хотел, честно говоря, вам немножко пособолезновать. Вы пособолезнуйте. Это я вам пособолезную. Вы знаете, мне кажется, одна вещь, да? Вам кажется, на самом деле, это немножко из области фантастики. Это из области фантастики. Вы считаете, что нет зависимости у вас от китайских товаров? Подождите, Матюшка. Весь мир зависит от китайских товаров. Ну так вот и все. Вот нам надо уменьшать зависимость от вашего, от торговых связей с вами. Так вы не уменьшаете. Мы должны это делать и будем стремиться. А вас вы зачем наш качаете? Еще раз, пожалуйста. Вас зачем качаете? Потому что мы получаем за эти деньги и на эти деньги строим свои вооруженные силы от вас. Это очень важно. Родные мои, либо вы снимите трусы, либо крест оденете. Понимаете, как говорится? Либо вы воюете с нами, либо торгуете. Вот о чем идет разговор. Ну так вы же страна-агрессор, вы же страна-оккупант. Вот так вот. Добрый вечер. Вечер добрый, с человеком беседовал. Понятно. Извините, что перебил. Да ничего, он просто переключился, и я выпал на вас. Меня зовут Александр, город Харьков. Меня зовут Владислав, город Санкт-Петербург. Я только что с москвичом разговаривал. Ну, из Подмосковья. Ну, не знаю, посочувствовать вам или поздравить, да. Что ж, хорошо, поговорили, значит. Может, спросить что-то хотите, потому что я как-то немножко, в общем, должен отдохнуть после нашего общения с москвичом. Да я не против отдыхать. Ну, я вообще отдыхаю, я на дежурстве. То есть, вы на работе? Да. Хорошая у вас работа, можете себе позволить. И за это еще и платят, да? Отличная, отличная работа. Это очень страшно. Боюсь, просто кушать не могу, блядь. Не надо кушать. Мне неприятно, когда кушают со мной, когда общаются. Понятно. Зачем вы мне это показали? Вы таким образом... Я вам просто показываю, чем я занимаюсь целый день. Так долго рассказывать, а так я показал и все. Опять же, видите, иногда, например, сказать можно все, что угодно. Так вы этой хуйней торгуете или производите? Я эту хуйню модифицирую, как вы говорите. Я специалист по вооружению, мы ее изменяем. Понятно. Я доброволец, специалист по вооружению. Понятно. Вот из вот этого вот мы делаем... Вот сейчас одну секундочку достану. Вот это. Чувствуете, насколько лучше? Ну, по цвету, да, походу, она, конечно, интереснее. Она вообще во всех отношениях плоснее. Вполне возможно. Судя по всему, таким образом вы оккупируете весь мир, да. И нам не надо оккупировать весь мир. Покрасив... Нам, вы знаете, вот то, что вы говорите... Покрасив зарядный погасель в синий цвет, конечно же, он будет синий. Но в сине-зеленый на самом деле. То, что вы говорите, это выдает ваш образ мысли. Вы знаете, совершенно не надо нам оккупировать весь мир. Я против этого. Достаточно того, чтобы РПГ-7 заряд перекрасить из зеленого в синий. Это не РПГ-7 заряд. Вы ошибаетесь. А что это? Это заряд от орудия Гром 73-миллиметрового. А, это какое-то новое оружие, да? Нет. Это еще советское. Надо просто в него вдыхать новую, так сказать, новую жизнь. Ну, понятно. Ну, что ж, даст Бог вам таланта, времени и возможности. Большое спасибо. Мне это очень пригодится. Да, на здоровье. Мне не жалко. Спасибо. До свидания. Что уже все понятно, да? Это по какому? Там на Фене. По Фене? По Фене или по Зое, блядь, хуй не знаю. Здорово, мужик. Привет, мужик. Как дела? Хотелось бы лучше, но стараюсь. Меня зовут Александр, город Харьков. Новосибирск, Иван. Новосиб. Город ученых, инженеров. Да. Вы ученый или инженер? Ни то, ни другое. Ну, что такое, ну? А вас кто интересует, ученые или инженеры? Очень интересуют. Хотите на какую-то тему с ними побеседовать? А если встречаю, обязательно беседуем по радиоэлектронике, например, инженер по радиоэлектронике. Понятно. Ну, мы не электронщики. Я понял. А вообще, я специалист по вооружению. Просто применяю свои знания электронные. Вот это, вот это. Вот на эту тему можно и поговорить. Можно поговорить. Вы знаете, что это такое? Догадывайся. Знаем, конечно. Что это? Что это? Что это? По вооружению чего вы специалисты? Вы знаете вообще слово такое? По какому вооружению? По какому вооружению? По стрелковому. По стрелковому вооружению очень интересно. А вы по охотничьему оружию не специалист? Нет, совершенно. Жаль. Я как бы охотник. Но вот именно в том контексте, что вы говорите, я против этого. Потому что я считаю, что охотиться на несчастное животное, которое не может даже выстрелить в ответ, Ну, охотничьему оружию можно использовать в спортивных целях. Можно. А гораздо лучше использовать вот такие вещи. Вот это гораздо лучше. Такие вещи использовать нам ни к чему. Вам да, а нам очень даже нужно. Вам да. Да. Вам нужно. А нам кого? Хотя и нам нужно китайцев скоро верить нам. Да, придется. Запасаться надо пора уже. Поперли мы на службу, у нас сработка сигнализации. Давайте, охранники. Давайте. Стабельные славы вперед. Новокитайская народная республика скоро будет. Китайцы своих не бросают. Керых знать этому не будет. Я вам говорю. Будет, будет, обязательно будет. Ты пророк Моисей, что ли, блядь? Я ванга по совместительству.